Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе и оставлять ваши вопросы в секции с комментариями. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Торговая сессия четверга. Сегодня, друзья, долгожданное выступление, публичное выступление Джо Байдена, новоиспеченного американского президента, которое мы ждем, потому что знаем, исходя из его последних комментариев в минувшую пятницу, что как раз сегодня он анонсирует новые меры экономического стимулирования. Пожалуй, для финансовых рынков это самый крутой катализатор, который сейчас можно найти. Причем новые меры экономического стимулирования, ведущие экономики мира, это тот самый индикатор, который сформирует отношение к риску на ближайшую перспективу и позволит нам понять, как мы сможем действовать по американской валюте. Я много раз уже говорил, друзья, о том, что новые меры экономического стимулирования, не обещанные триллионные пакеты, это очень хорошая среда для того, чтобы отстраивать идеи слабости американского доллара. И очень продолжительное время мы ставим на то, что индекс американской валюты обязан просто оказаться ниже 90 пунктов и продолжит развивать впоследствии уже более выраженную нисходящую динамику. Позиция Байдена стала более уверенной после того, как в минувшую пятницу, друзья, вышел крайне слабый отчет по состоянию американского рынка труда. То есть, как вы помните, когда мы анализировали последние данные по Non-Farm Perils, там не было уже прироста количества новых рабочих мест, там было их сокращение. Испад стал первым за последние 8 месяцев. То есть, фактически, то, что происходит сейчас с американским рынком труда по масштабам проблем, это что-то похожее на то, что было в самом начале, когда мировая экономика впервые столкнулась с ковидом. И на протяжении последнего полугода я вам фактически каждый день говорил о том, что именно к этому американская экономика и придет, потому что штаты должны были быть более проактивными в плане анонса мер стимулирования экономики, поддержки бизнеса и домохозяйств. Но вот также неоднократно был акцент на то, что пауза в принятии мер поддержки стоила, по сути, американской экономики более чем одного квартала, который мог пойти на постепенное и умеренное восстановление этой самой американской экономики. Но в итоге есть то, что есть. Сейчас принимаются такие пожарные решения, как реакция на то, что все очень плохо. И Байден прекрасно осознает, опять же, с поддержкой ИСП при помощи консультации своих экономистов, что если эти меры экономического стимулирования сейчас не будут приняты, то фактически штаты ждет самый настоящий коллапс. Поэтому, друзья, сегодня следим за экономическим календарем. К сожалению, я бы хотел вам сейчас сказать конкретное время, когда мы ждем выступления Байдена, но не нашел. Точно в рамках сегодняшнего дня. То есть завтра мы точно поговорим об этом, но это уже будет разбор того, что произойдет с финансовыми активами и с рынками. Я сегодня заранее рекомендую вам присмотреться к индексу американской валюты, потому что если Байден, как ожидается, анонсирует пакет фискальных стимулов на полтора-два триллиона долларов, это будет очень хорошим катализатором для того, чтобы индекс доллара в моменте потерял от полупроцента до процента. Я жду на такой реакции, хотя буду также доволен, если индекс американской валюты просто начнет развивать нисходящую динамику и постепенно придет к моим заветным целевым ориентирам, которые находятся уже в плоскости, друзья, 85 пунктов и ниже. Это все равно скромнее цели, чем ставят многие инвестобанки. Поговорим про другую важную тему, политику в Штатах и, соответственно, последние громкие события, связанные с потенциальным импичментом американского президента, действующего еще Дональда Трампа. Демократы, стоит отдать им должное, дожали эту тему, протащили резолюцию и проголосовали большинством за импичмент Трампа. Но Конгресс США, Палата представителей Сената, вы должны понимать, что устроено таким образом, что нужно солидарного решения как от первых, так и от вторых. Понятно, что Нэнси Пелоси, которая и топила за этот импичмент, обеспечивала большинство в Палате представителей, но сейчас резолюция передана, соответственно, в Сенат. Здесь уже могут быть определенные проблемы, потому что до тех пор, пока к власти не пришел Байден, соответственно, большинство в Сенате остается еще на стороне республиканцев. И Мич Макконнелл, который является лидером республиканского большинства, уже сделал заявление о том, что не собирается собирать экстренного собрания американских законодателей, чтобы голосовать по импичменту Трампа. Я думаю, что вот так вот полномерно эту тему спустят на тормозах до 20 января, когда состоится уже официальная инаугурация Байдена и когда Трампа, собственно, по закону покинет занимаемый пост. То есть, я не ожидаю, друзья, вот с учетом того, как сейчас развиваются события, с учетом того, что мы услышали от Мича Макконнелла, от представителей Сената, мы видим то, что они не будут топить за идею досрочного сложения полномочий с Трампом. Я не ожидаю, что рынок из-за политической темы будет ждать какой-то шоковый сценарий, произойдет что-то, ну, крайне непредсказуемое. Но в то же время, как отмечалось в начале этой недели, действительно история вешается на наших глазах, потому что Трамп стал первым президентом, в отношении которого процедура импичмента была инициирована дважды. Не думаю, что на нашем веку, друзья, мы увидим еще нечто подобное, хотя не будем зарекаться. В сухом остатке, поскольку политика, да, интересная, мы за ней будем следить, будем смотреть, как в целом обсуждают эту тему на финансовых рынках и есть ли какой-то резонанс. Но сегодня, друзья, мы ждем нужной нам риторики от господина Байдена по новому фонду и мерам фискального стимулирования. И сегодня настраиваемся на то, что американская валюта пойдет вниз, станет слабее и завтра, под закрытие этой недели, у нас будет возможность констатировать начало нового сезона тотальных распродаж американского доллара. Кстати, сегодня еще в 20.30 по московскому времени состоится выступление Джерома Паула. И по прогнозам на этом выступлении он может снова коснуться темы дополнительных мер экономического стимулирования, которые также стоит расценивать как фактор для снижения курса доллара. И, кстати, по поводу влияния на бакс американской статистики. Вчера вышел отчет по инфляции, который, как и ожидалось, логично показал рост с 1,2% до 1,4%. Соответственно, при новых мерах стимулирования рост индекса потребительских цен станет более динамичным. И это, соответственно, еще больше ударит по позициям бакса. Золото, друзья, в связи с этим покупаем. Евро против доллара 1,2146. Ставка на лонг сохраняется. По австралийцу против доллара не достигли мы локального сопротивления, от которого хотели действовать. Но оно в силе 0,7780. Сейчас котировки 0,7750. Доллар канадец. Держим лонг 1,2691. Ждем распродажи нефти, которые должны усилиться. Вчера, кстати, коррекционная динамика, но не будем каркать. Нужно, чтобы она переросла в нисходящий тренд. И на следующей неделе заседание Банка Канады, в ходе которого, отталкиваясь от того, что в Канаде были приняты меры усиления ограничений, которые негативно отразились на экономической активности. И в Канаде, в Онтарио зафиксирован рекордный прирост количества заболевших. Это тоже требует проактивности от регулятора. Проактивность – это значит снижение процентной ставки. Тем более, что у Банка Канады есть пространство для маневра. Короче, друзья, 1,30 – это прежняя цель, которой мы продолжаем придерживаться. И фондовый рынок, который совсем чуть-чуть сейчас отстает от локального максимума, который является еще и историческим максимумом, S&P 500 – 3808 пунктов. Я думаю, что будет очередной перехай. И как только на рынке появятся новости о новых мерах стимулирования, S&P 500 будет заряжен на движение, друзья, даже выше 3900 пунктов. Ждем продолжения бычьего ралли. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. До завтра. Всем пока.